Платошкин Николай Николаевич пострадал за то, что призывал строить обновленный социалист, критиковал власть. Пять лет хотели ему дать, потом пять лет условно, в общем, тем не менее продержал целый год под домашним арестом. Условно. В ближайшее время будет апелляция наша. Мы должны все возвысить голос, чтобы сняли с него это судебное преследование. Николай Николаевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Геннадий Андреевич. Ну, в первых словах, хотел бы, как международник, выразить солидарность Петру Симоненко, лидеру украинских коммунистов, который присутствует на нашем заседании. Я думаю, от всех порядочных россиян, не только левых, пожелать вам стойкости в борьбе в практических диктаторских условиях, в которых ваша партия и все левые силы выживают на Украине. Дальше благодарность десятка миллионов человек, сотня тысяч наблюдателей, которые высказали нам доверие на выборах. Тут, несмотря на то, что Владимир Ильич Ленин запретил фракции в РКПБ еще в 21-м году, тут, видите, возникла небольшая дискуссия, как считать результаты выборов. Тут я, конечно, присоединяюсь к Павлу Николаевичу, но не потому, что он меня клубникой кормил, ну или, скажем так, не только поэтому. Я считаю, что это была, почему победа? Потому что мое мнение или мнение Павла Николаевича здесь, вы знаете, даже как бы вторично. Мы смотрим сейчас настроение в обществе и все абсолютно порядочные люди, которые вообще наблюдают за ситуацией, понимаем, что левый блок одержал победу во всех смыслах этого слова. Я думаю, что вы присоединитесь к такой оценке. Мы захватили моральное лидерство в этой стране, понимаете? Писать можно все, что угодно, цифры там разные и так далее, но все все прекрасно понимают, даже те, кто сидит сейчас в Государственной Думе под лейблом «Единая Россия». В чем еще победа нашего интеллектуального лидерства? Буквально за последние пару лет, я вам должен сказать, мы лидируем не только в обычных СМИ, мы лидируем в интернете. В чем это выражается? Резко растет число людей, симпатизирующих Советскому Союзу. Это все опросы абсолютно показывают. Далее, на протяжении последних двух лет Ленин и Сталин, периодически меняясь местами, занимают первое место среди всех россиян, когда опрашивают людей, какие самые выдающиеся представители нашей истории. Они. И в этом наша с вами, дорогие друзья, большая заслуга, несмотря на то, что у нас нет ни федерального телевидения, что нас зажимают в других средствах массовой информации. Это большая заслуга. Итак, что теперь делать с этой победой? Это прежде всего большой кредит доверия всему левому блоку. За нас голосовали не только левые, не только сторонники социализма и коммунизма. За нас голосовали сторонники сохранения демократии в нашей стране, которая, как правильно сказал Геннадий Андреевич, подвергается сейчас не только в моем лице каким-то нападкам, но и таких людей, к сожалению, очень много. В этой связи я думаю, что боевая фракция коммунистической партии в Госдуме, она вот в ближайшее время внесет целый пакет законопроектов об отмене репрессивного законодательства, которое «Единая Россия» продавило в Думе прошлого созыва. И представитель движения «За новый социализм» в единой фракции КПРФ Анжелика Глазкова будет играть здесь, я думаю, одну из главных ролей. Она сказала, что очень хотела бы играть роль такого, если хотите, омбудсмена в борьбе за права всех тех, кто страдает в нашей стране по политическим мотивам, будь то заключенные люди или тех, которых выгнали с работы. Теперь конкретное предложение. Вот тоже Павел Николаевич говорит, не надо ослабевать. Действительно, мы этот кредит доверия, друзья, должны, извините за коммерческий термин, оплатить людям. Что мы здесь конкретно предлагаем, помимо, естественно, закона творческой деятельности, в которой, но нет никаких сомнений, что фракция КПРФ, она отвечает интересам народа, и по пенсионной реформе будем требовать отмены, и по репрессивному, по многим другим вещам. Значит, мы предлагаем организовать все-таки теневое правительство, которое существует абсолютно во многих странах цивилизованных, как сейчас модно говорить, там от Великобритании до Германии, оно там по-разному называется, можем назвать народного доверия, национального единства. Это будет группа специалистов, которые периодически должны выступать перед общественностью с анализом ситуации каждой в своей сфере и с теми предложениями, которые Левопатриотический блок будет делать. Что это дает? Это дает людям осознание того, что единство левых и демократических сил было не только на выборах. Выборы прошли, оно продолжается, и мы наращиваем свою динамику. Второе, я думаю, что нам следует создать постоянный действующий Координационный совет Левопатриотических сил, который тоже собирался бы максимально гласно на регулярной основе и координировал бы деятельность всех организаций, может быть, не только левых, я еще раз хочу подчеркнуть, по проведению каких-то, так сказать, компаний, идеологических, там, массовых законных акций, там, и так далее. И, наконец, третье, Боже, Троицу любит. Если нам, я думаю, сейчас с вами всеми, вот, несмотря на все эти законы, проекты очень правильные, позитивные, нам надо сосредоточиться на двух вещах. В экономической сфере, на полной отмене пенсионной реформы, на возврате возраста 55-60, это то, что вот волнует, мне кажется, ну, я не знаю, там, 99% населения. И второе, в политической сфере полная решительная отмена дистанционного электронного голосования и трехдневного голосования, которые, по сути, делают, ну, демократические выборы, ну, как бы, не очень существенными. Я хочу просто заметить, что Верховный суд Германии в 2009 году запретил электронное голосование ФРГ, потому что оно не соответствует базовому критерию любого голосования. Верховный суд Германии, Верховный суд Германии, Верховный суд Германии. Когда вы швыряете бюллетень в избирательную урну, между вами и урной никого нет. Здесь вы отправляете свои данные, но некому все равно системному администратору. Пусть, может быть, и честному, но не напрямую. Поэтому мы должны за это бороться. Если нам не удастся на законодательном уровне добиться отмены этого всего, я думаю, что мы с вами должны проразмыслить над тем, чтобы подготовить референдум народов Российской Федерации по данному вопросу. Со своей стороны, движение «За новый социализм» в случае принятия, естественно, этих предложений всеми левопатриотическими силами будет в едином порыве бороться за осуществление этих результатов. Еще раз спасибо большое.